Смарт-ридинг. Ценные идеи из максимально полезных книг. Жизнь на полной мощности. Управление энергией. Ключ к высокой эффективности, здоровью и счастью. Авторы Джим Лоэр, Тони Шварц. Главная ценность современного человека – энергия. Можно составить идеальный план дня, в котором будет достаточно времени на всё, но если не хватит энергии на реализацию задуманного, то не спасёт даже продуманный тайминг. Энергия даёт возможность не только эффективно работать, но и поддерживать гармоничные отношения внутри семьи, помнить о здоровье и собственных увлечениях, сохранять позитивный настрой. Существует четыре основных вида человеческой энергии – физическая, эмоциональная, умственная и духовная. Эти энергии взаимосвязаны. Они могут расходоваться и накапливаться. Их надо развивать и укреплять, сохраняя баланс между интенсивной работой и полноценным восстановлением, тренируя свои энергетические мышцы так же, как тренируют мышцы спортсмены. Джим Лоэр и Тони Шварц аргументированно объясняют, как это делать и почему это важно. Кроме того, они предлагают новые подходы к управлению нашей мощностью и рассказывают о разных аспектах, существенных для формирования резервов положительной энергии. Энергии Баланс между расходованием и восстановлением энергии Представим образ жизни среднестатистического амбициозного менеджера среднего возраста, работающего в развивающейся компании. Сотни электронных писем в день, постоянно расширяющийся круг обязанностей, нехватка времени на физическую нагрузку, позднее возвращение домой и сокращение времени, проведенного с семьей. Как результат загруженности, неправильное питание, отсутствие питательного завтрака, некогда надо спешить на работу, перекус в офисе с добой и низкокачественным кофе из автомата, фастфуд на обед, поздние ужины с клиентами, сопровождающиеся алкоголем. В результате потери позитивной энергии во всех направлениях. Быстрая утомляемость, раздражительность, отсутствие мотивации, разобщение с близкими, ухудшение памяти. Несмотря на невероятную загруженность и интенсивную работу, такую жизнь вряд ли можно назвать жизнью на полной мощности. Скорее, это жизнь из последних сил, заканчивающаяся нервными срывами, дауншифтингом или инфарктами. В Японии даже появился термин «кароши», означающий смерть от переутомления, распространенную у японских трудоголиков. Что же делать? Бросать хорошо оплачиваемую, а во многих случаях еще и любимую работу? Или работать спустя рукава? По опросам, около 55% американцев работают именно в полсилы, а 20% и вовсе вредят своему работодателю негативным отношением к работе. Дауншифтинг и манкирование своими обязанностями — не выход. Поскольку недостаточное расходование энергии… Музыка. 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 Продолжение следует...